Спасибо. Совет по правам человека, как уже было сказано, следить и пристально следить за делом Дмитриевна. У нас не так много полномочий. Напомню, что Совет по правам человека – это совещательный орган при президенте, работаем с ним на общественных началах. Но, по крайней мере, объединяет и в Совет входит и много профессиональных адвокатов, юристов и привлекаем на работе экспертов. Таким образом, мы действительно с самого начала, с декабря месяца следим за этим делом, но и не только за этим, за другими также делами. И я хочу сейчас озвучить свою личную позицию, что уголовное преследование Юрия Дмитриева является преследованием за его профессиональную деятельность, за его деятельность по защите исторической памяти в Карелии. О материалах дела, наверное, будем потом говорить. И здесь Юрий Михайлович, адвокат Юрия Дмитриева, более подробно это все расскажет. Но было выездное заседание Совета по правам человека в Петрозаводске, в Карелии. Мы встречались с рядом и чиновником, и с прокурором, и недавно и с судьей, и с социальными службами. Мы смотрели. Действительно, люди разные, если какая-то может быть зацепка, связь. Но вот с моей точки зрения, с личной моей точки зрения, обвинение совершенно пустое, основанное, ни на чем не основанное, а это преследование идет только за его профессиональную деятельность. Некоторое время назад в Петрозаводске мы встречались с судьей. Перед началом процесса еще просили разрешение на посещение Юрии Дмитриева. Она дала это разрешение, и наш коллег посещал его сейчас в СИЗО. Судья во время этой короткой встречи сказала, что, несколько раз повторила, что вы должны понимать, и вы, наверное, понимаете, что то дело, которое сейчас будет слушаться и рассматриваться, оно никак не связано с его профессиональной деятельностью. Ну, на что не было так возможности аргументированно говорить, потому что очень боялись давить на судью в ней перед процессом, и чтобы это не было воспринято как некое поддавление, но, тем не менее, хотелось бы ответить в том ключе, что, к сожалению, наше государство дает очень много поводов сомневаться в этом убеждении, начиная, который мы сейчас все видим на слуху, да, как только Черногория соберется, там, сделать шаг в сторону НАТО, вдруг черногорские вина становятся наполнены всякими пестицидами. Как только происходит какое-то ухудшение взаимодействия с Турцией, почему-то виноваты становятся турецкие помидоры. То есть, в российском государстве, российское государство любит очень неадекватные, непропорциональные ответы, и что заставляет сомневаться еще раз в том, что это исследование по существу. И предпосвещая некий вопрос, потому что проблемы действительно есть, власти Карелии все 20 лет с момента обнаружения, по крайней мере, Сангармова, как место массовых расстрелов в советской эпохе, эпохе Большого террора, они помогали проводить мемориализацию этого места, они очень сильно и много вкладывались. До 2014 года никаких проблем не возникало, никаких условно говоря, но, тем не менее, я напомню, что в прошлом году, в феврале прошлого года, в связи с 60-летием, Юрий Дмитриев был награжден грамотой, грамотой, да, непропочетной грамотой от правительства Республики Карелия за как раз вклад, за его признание в дело урековедения памяти. Дмитриев является, до сих пор является членом Республиканской комиссии по реабилитации. Он туда вошел за свой вклад и за свои достижения, это такой государственный орган, продвигающий идеи памяти и удовольствия памяти жертв политических репрессий. Что же, в чем же тут тогда, какова же причина его последования? С моей точки зрения, тоже, как в своей личной точке зрения, все дело в том, в событиях после 2004 года, в той самоизоляции, в которой скатывается Россия, в ужесточении всех этих различного рода мер и репрессий. А больше всего это связано с проведением Дней памяти в Сандармухе. 5 августа сложилась традиция, которая поддерживается уже почти 20 лет. 5 августа, в день начала большого террора, 5 августа, в высшем приказе КВД, первой спецоперации, и в этот день в Сандармуху съезжаются люди почтить память тех, кто там лежит. А лежат там представители многих стран, многих народов. И международный характер проведения Дней памяти он навсегда был. Делегации с Украиной, делегации с Польшей, делегации стран Требалтики, из других стран, из Азербайджана, Армении, из многих регионов России. Там лежат расстрелянные, ну, цвет украинские интеллигенции, много поляков и так далее. И это было нормально, и это было хорошо. Ну, к сожалению, положение, огромное сожалению, изменилось после всем известных событий 2014 года. Ну, и я связываю давление и преследование Юрия Дмитриевна именно как раз с давлением тех сил, которые не хотят международного аспекта проведения этих Дней памяти. Пытаются это все свергнуть вообще различные контакты Российской Федерации с другими странами. Спасибо. Спасибо большое, Сергей.